Добрый день, дамы и господа. Сегодня в утренней сессии профессор Осмолов говорил о том, что одной из ключевых задач замыкания реанта на топливном цикле является создание технологий замыкания в рамках бэкэнда. Поэтому тема моего доклада «Разработка и реализация таких технологий на площадке горно-химического комбината» — это Красноярский край, который я здесь и представляю. Вот на этом слайде представлена концепция замыкания ядерно-топливного цикла и местоположение предприятий горно-химического комбината внутри замкнута ядерно-топливного цикла России. Желтым светом представлены производства и предприятия Государственной корпорации «Росатом», которых нет на площадке предприятия. Это добыча урана, обогащение, публикация топлива и генерация электрической энергии в тепловых и быстрых реакторах. Синим цветом представлены те технологии, которые уже реализованы, либо реализуются по площадке горно-химического комбината. Это водоохлаждаемое, так называемое, мокрое хранилище отработанного ядерного топлива реакторов ВВР-1000, сухое хранилище отработанного ядерного топлива реакторов РПМК-1000 и ВВР-1000, производство МОКС-топлива для реактора ВН-800, и первый пусковой комплекс опытно-демонстрационного центра по радиохимической переработке отработавшего ядерного топлива производительностью 5 км в год. Вот на этой картинке вы видите зал хранения водоохлаждаемого хранилища отработавшего ядерного топлива реакторов ВВР-1000. Должен сказать, что в отличие от мировых аналогов, по соображению безопасности, хранилище может разделяться на отсеки с помощью специальных устройств на случай аварийного потери теплоносителя в одном из отсеков. Нами была проведена кардинальная модернизация этого хранилища до событий на Покушиме. Повышена сесимическая устойчивость хранилища за счет усиления фундамента строительных конструкций и облегчения кровли. Увеличена производительность и надежность системы охлаждения отсеков хранения. И для дальнейшего повышения уровня безопасности создается пассивная система орошения отсеков отработавшего топлива в случае их аварийного обезвоживания. В итоге продлен срок эксплуатации этого хранилища еще на 30 лет до 2045 года с получением соответствующих документов Росстехнадзора. На этом слайде представлено централизованное где воздухоохлаждаемое хранилище отработавшего ядерного топлива реактора ФРМК-1000 введено в эксплуатацию в 2012 году. Строительные конструкции здания сохраняют целостность при сейсмике в 10 баллов и прямом попадании самолета. В хранилище прошло международную экспертизу французской компании SGN. Все рекомендации учтены. Вот здесь представлена горячая камера перегрузки отработавшего ядерного топлива. Должен сказать, что все операции осуществляются в автоматическом режиме. Вот на этом слайде представлено как раз центральный зал сухого хранилища РПМК-1000 в основу положен пассивный принцип обеспечения безопасности за счет естественной конвенции обеспечивается отвод осадочного энерговыделения тепловыделяющим сборкам. Здесь представлена горячая камера и все оборудование внутри горячей камеры на 99% это изготовление российского производства. Горно-химического комбината все работы завершены в конце 2015 года по строительству трех зданий сухого хранилища. Должен сказать, что здесь же на площадке создается опытный демонстрационный центр по отработке технологии радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива. В 2015 году введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс с производительностью 5 тонн в год. Цель создания опытно-демонстрационного центра это промышленная демонстрация возможности экологически безопасного и эффективного решения проблемы накопления отработавшего топлива. Цель будет достигнута при обеспечении безопасности переработки отсутствии негативного экологического воздействия и экономической эффективности. Технология опытно-демонстрационного центра построена на принципе минимизации технологических операций и применения уникального оборудования некоторые из которых не имеют мировых аналогов. В отличие от существующих аналогов радиохимических производств в технологии опытно-демонстрационного центра используются процессы, позволяющие избежать сброса трития и йода 129-го в окружающую среду в виде низкорадиоактивных отходов. Вот на этом слайде представлен общий вид площадки. Это, вы видите, водоохлаждаемое хранилище, три здание сухих хранилищ и опытно-демонстрационный центр в полном развитии предполагается ввести в эксплуатацию в 2020 году в рамках федеральной целевой программы обеспечения ведомой радиоактивной безопасности. Здесь представлен план реализации опытно-демонстрационного центра. Проектирование мы начали в 2008 году и завершение пускового комплекса в 2015 году. Здесь представлено сравнение технологий радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива, реализованных сегодня в мире в промышленном масштабе. Это завод первого поколения производственного объединения «Маяк». заводы второго поколения «ЮП-2-3» и «Ракошо» «Маяк» — это первое поколение. Второе поколение — это «ЮП-2-3» «Франция» и «Ракошо» «Япония». Опытно-демонстрационный центр, который мы реализуем здесь на площадке, это завод третьего поколения. который позволяет избежать сброса низкоактивных жидко-радиативных отходов. И кроме того, этот завод позволяет в развитии перейти к четвертому поколению. В 2014 году мы завершили строительство и в 2015 году ввели в эксплуатацию производство МОК-топлива для реактора на быстрых нейтронах Белаярской атомной электростанции ПЛ-800. Производительность завода 400 теплоуделяющих сборов в год. Производство создано в подгорной части предприятия за два с половиной года. Горная порода Горная порода является естественным защитным контейнентом, защищая в том числе и от метеоритов и других техногенных факторов воздействия. Все технологические операции автоматизированы с использованием дистанционного управления. Производство обеспечивает возможность автоматизированного изготовления теплоуделяющих скорок МОК-топлива с высокорадиоактивным плутонием и содержанием до 30% энергетического диоксида плутонием. Здесь вы видите теплоуделяющую сборку. Первая ТВС МОКС была выпущена в декабре 2015 года. В соответствии с указанием руководителя посткорпорации Сергея Владимировича Кириенко совместно с НИЭФом мы провели анализ возможности увеличения производительности данного завода. Заложены большие запасы, которые позволяют в кратчайшие сроки увеличить производительность завода в два раза. Кроме того, данное производство позволяет производить ТВС МОКС не только российского, но и зарубежного дизайна. И в заключение хочу отметить, что в наборно-химическом комбинате в едином технологическом комплексе размещены три промышленных производства. это хранение отработавшего ядреного топлива, это переработка и фабрикация МОКС топлива. Такой комплекс, обладая достаточной технологической гибкостью, обеспечит хранение, крупнотоннажную переработку и выпуск МОКС топлива для реакторов как на быстрых, так и на тепловых нейтронах различного дизайна, в том числе зарубежного. Благодарю за внимание.